Всем привет! С момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в Одессе и области были заминированы пляжи. Но как только потеплело, одесситы начали массово спускаться к морю, несмотря на запрет. Действительно ли так опасно находиться на пляжах, об этом расскажет военный аналитик Александр Коваленко. Никогда не знаешь, как отреагирует мина в случае нажима, даже и учитывая, что если речь идет о противотанковых минах, то, например, это должен быть достаточно серьезный тяжеловесный нажим. Не буду озвучивать вес, потому что наши жители города, а также гости города, они подумают, что им не хватит веса, чтобы привести мину в действие. Но следует понимать, что всегда есть ситуации непредсказуемого срабатывания. Это все-таки техника, это все-таки вещи, не зависящие от человеческого фактора. А поэтому именно по этой причине я бы не рекомендовал вообще ходить на пляжи и придерживаться хотя бы в этом сезоне тех требований, которые власти города предъявляют как гостям нашего города, так и жителям, и ограничить присутствие на пляжах. Кстати, угроза подорваться на мине существует не только на пляжах. Учитывая то, что оккупанты заминировали значительную часть акватории Черного моря, взрывное устройство может прибить к берегу. Особенно после шторма. На сегодняшний день Черноморское побережье, оно достаточно плотно заминировано российскими оккупантами. Они разместили вдоль границы с Одессо-Одесской областью более чем полутысячу мин. Для этого использовались в частности как минозаградительные средства, минозаградительные судны, так в частности и большие десантные корабли, что позволяло значительно увеличить количество выгружаемых мин. И использовались в основном якорного типа мины, применяющие так называемые минтрапы. Они находятся в относительно стационарном положении в основном, но в случае штормов очень высок именно риск их срыва с якоря, их срыв с минтрапа. И в таком случае они сразу же квалификуются в дрейфующие мины. То есть фактически они от течения зависят и немало из них будет прибиваться именно к берегу. И мы уже видели такие факты, что мина их выносила на берег. Вот такие дела. Поэтому в следующий раз, здесь я обращаюсь к одесситам, хорошо подумайте, стоит ли рисковать жизнью и идти на пляж. Ну а в следующем выпуске я расскажу о том, как сами одесситы реагируют на ограничения и запрет посещать пляжи.